Приветствую вас. В первую очередь я бы хотел сказать, что вы не очень понятным в своем тексте оставили вопрос, связанный с работой. То есть у вас есть ответственная работа сейчас, у вас есть работа сейчас или вы не работаете сейчас. Понимаете? Вот из вашего текста не ясно, работаете ли вы или вы только ищете работу, потому что вы пишете, что, значит, боюсь что-то искать, пробовать делать. Знаете? При том, что вы пишете, да, что у вас ответственная работа, если у вас ответственная работа что-то пробовать и искать не нужно. Если вы что-то пробуете и ищете, значит, работы у вас нет. Это первое противоречие, ну, скорее даже не противоречие, а такая вот неясность. Может быть вы, когда писали, просто написали немножко не то, не то, не так, ничего страшного, это бывает. Вот. Второй момент, который я хотел бы раскрыть, это история о том, что раньше вы не были такой, по вашим словам. Раньше вы были другой, по вашим словам, да, хочу. И, соответственно, потом, очевидно, что-то произошло. Произошло что-то такое, что вас, вот, в текущее состояние свергло. Вот. И, соответственно, надо бы, надо бы, надо бы, надо бы разобраться в том... Что именно свергло вас в этом состоянии. То есть, если вы такой были не всегда, значит, что-то произошло, и это что-то вас, условно говоря, травмировало. То есть, разорвало привычные причинно-следственные связи восприятия вами внешнего мира. Так что здесь ситуация именно вот такая. Далее, значит, судя по тому, что вы пишете, да, то есть, вот, вы пишете, что стоит только подумать о том, что я выйду на улицу или перед звонком, как начинается тремор. Да, то есть, есть, есть элементы зоопобии, хотя это должен диагностировать врач, не психолог, а врач. Вот. Так что в этом смысле вам, может быть, имеет смысл обратиться к врачу. Вот. Значит, смотрите, если ваш страх касается какого-либо дела, то это, соответственно, страх неудачи, страх перед ошибкой. И, соответственно, это, ну, непринятие, непринятие для себя возможности ошибиться. То есть, вот, просто вы считаете, что, как бы, ошибиться вы не можете, не должно быть у вас ошибки. Алена. Алена. Боитесь вы ошибки. Ошибиться. Вот. И, поскольку ошибаются все, а вы боитесь ошибиться, я предлагаю вам подумать, почему, если ошибаются все, то вы, вы, совершить ошибку, ну, как бы не можете. То есть, почему вы не способны, да, почему вы не достойны того, чтобы ошибиться. То есть, в этом смысле. В этом смысле вы, как бы, отделяете себя от других людей, и это, конечно, весьма-весьма негативно сказывается на вас. Это весьма-весьма негативно сказывается именно вот на том, как вы себя воспринимаете и презентуете другим людям. Если мы ведем речь о, допустим, страхе перед людьми, то есть, страх, то, что вы боитесь людей. То есть, вы пишите, что такое у вас со своим мужчиной, с детьми, с семьей. Тут нужно разбираться более подробнее. Что именно вы испытываете, чего именно вы боитесь, какое значение для вас имеет, ну, семья, да. Это нужно исследовать. Глобально, глобально, вы потеряли уверенность в себе. Глобально. С чем это связано, что вы потеряли уверенность в себе, ну, это достаточно сложно так сказать, потому что, может быть, вам и не нужна причина, да. То есть, причина как таковая не важна, а важно именно то, как вы себя воспринимаете и что вы себе думаете. И причина, скорее, необходима силы реакции вашей на какие-то действия. То есть, горение кожи, тремор, головокружение, учрежденное дыхание. Это очень похоже на паническую атаку. И опять же, если это действительно панические атаки, то работать с паническими атаками, вообще-то должен врач, психотерапевт, либо клинический психолог, либо психиатр. Но, также, данный специалист может назначить вам психотерапию, и вот это уже можно проводить с психологами. Потому что, например, у панических атак, да, у них есть, соответственно, всегда причина определенная. И, вероятно, разобраться с тем, какая причина панических атак у вас, это наша, ну, вот это наша первоступенная задача. Первоступенная задача определить, почему у вас возникают панические атаки, из-за чего они возникают и так далее. Вот. Вот примерно так. Внушает некоторые, конечно, скажем так, даже не сомнения, а некоторые опасения вызывают мысль о том, что вы пишете про свое желание быть нормальным. Нормальным. Подразумеваясь, что вы ненормальным. Вот этот момент, он очень важный, потому что вы нормальным. То есть, ненормальных и нормальных людей не бывает в этом смысле. И вот то, что вы считаете себя ненормальным, это вряд ли идет вам на пользу. Я бы сказал, что вам это скорее идет во вре. Потому что, если человек считает, ну, если человек считает себя ненормальным, то, естественно, ему будет крайне, ну, крайне тяжело и крайне болезнь. Вот. Поэтому, поэтому, я думаю, что этот момент, момент вот восприятия себя, момент того, как вы видите себя, ну, тоже нуждается в корректировании. Вот. Хотя, конечно, конечно, все зависит исключительно от вас. То есть, зависит от того, чего хотите вы. И зависит от того, что вы готовы делать, ну, и готовы ли вы делать что-либо. Понимаете? Понимаете? То есть, тут вот решать вам, конечно, что это решение исключительно ваше. Вот примерно так. Можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Вот. Примерно вопрос. Примерно. Такой, можно дать вам ответ. А, я надеюсь, что это было для вас полезно. А, я хочу, чтобы вы понимали, что данное обращение является важным шагом, является важным, но первым шагом к решению права. Вот. То есть, дальше вам нужно будет развивать, скажем так, свою позицию. Дальше вам нужно будет развивать свои, ну, вот, свои действия. Вам нужно будет действовать по-другому. Вам нужно, нужно будет, эм, как бы, проявлять заботу о себе, ну, вот, именно в большей степени проявлять от себя заботу. Ну, нужно будет. Вот. Чтобы, эм, проблема решилась. Вот. Чтобы, эм, проблема решилась, соответственно. Вот. Вот. изменится, она останется такой же, вот, а может быть даже и станет еще хуже, вот, потому что вам будет, ну, тяжело, вам будет, ну, тяжелее, вам будет тяжелее, вот, это то, что я могу вам сказать, в принципе, это то, что я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете, вот, и я понимаю, что, возможно, это не очень приятное, для вас, возможно, вам не очень приятно, ну, сознавать данный момент, что такой момент вот и есть, но, тем не менее, тем не менее, эта ситуация вот такая, и мне остается верить только в то, что вы решите проблему все-таки взять в свои руки, да, вот, и, значит, решите все-таки себе помочь, вот. Это то, что я могу вам сказать. На этом, в принципе, можно закончить мой ответ, я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...